Светлыми звёздами нежно украшена, тихая зимняя ночь. Жители села Табхар собираются в местном клубе. Приходят все, от мала до велика. Наш ансамбль называется «Моё тепло». И своим теплом мы обогреваем всех солдат, делая наши блиндажные свечи. Главный идеолог Дарису Рунцактоева. В переводе её имя означает «богиня бессмертия». В Миру она директор клуба. Волонтёр, ездила в Крым и в зону СВО. Идею подали ребята изначально. Говорят, было бы то, что такое поставил, и горело бы, и свет давало бы, и тепло. И они 8-9 часов горят, и можно еду разогреть на нём. Потом, значит, даже чайник может закипеть. И ещё они, конечно же, из-за того, что сыр, они сушат свою одежду, обувь, тепло даёт, свет даёт. Это очень нужная вещь, которая ребятам действительно нужна. Технология простая. Берётся жестяная банка, туда заливается гофрированный картон, и всё это заливается парафином. Технология такая. Парафин мы растапливаем на печи, потом одну треть, добавляем растительное масло, потихонечку заливаем. Парафин прилично, потому что он же потом пока застынет, это вот, ну вот объёмы получаются с эту свечу. В течение получаса застывает, конечно. Потом упаковываем в коробки. Банки собирают всем миром. Кто-то привозит с других деревень. На парафин скидываются, помогает администрация. Продавцы местных магазинов привозят бесплатно картон. Такие свечки, дома каждый принёс и баночку. Каждый как ждёшь, ты ребятец, так баночку с собой несёшь. Принёшь хоть одну баночку, но принёсёшь одну баночку. Ну, гордость чувствуем, что мы помогаем нашим ребятам, нашим отцам, братьям помогаем. Это, конечно, благое дело. Только за последний месяц в зону СВО отправлено более тысячи блиндажных свечей. Военнослужащие благодарят табхарцев и просят продолжать это благородное дело. Здесь мой дом родной, и мой очаг, и волка моя. Надежда Хлыстова, Николай Дюйбаев. Специально для программы «Вместе». Мир Байкал. Спасибо за просмотр! «Вместе» Продолжение следует...